Если внимательно прислушаться к риторике этой недели, возникает вопрос, почему при абсолютно очевидной цели на ведение порядка в Сирии продолжаются спекуляции на тему, кто больше борется с ИГИЛ, кто точно борется с ИГИЛ, кто неперемиримее и эффективнее. Ведь все происходит на очень горячем фоне, когда Турция ставит Америке ультиматум, или мы, или курды. А ведь сирийские курды очень эффективно ИГИЛ противостоят, они практически в одиночку на своей территории с террористами бьются. И когда та же Турция бомбит окрестности Алеппо, причем заявляя, что метит их тех же курдов, попали в авиабазу Монак и по близлежащей деревне, откуда накануне курдские ополченцы выбили боевиков фронта Ан-Нусра. В результате ситуация обострилась настолько, что представитель Госдепа Кирби уже Анкаре ответил, курды наши союзники, поэтому огонь требуем прекратить. А сегодня около полудня по Москве президент Обама позвонил президент Путину. Как заявляет пресс-служба Кремля, разговор был откровенный и деловой. Президенты подтвердили свою приверженность курсу, взятому на Мюнхенской конференции, на прекращение огня в Сирии. Путин и Обама заверили друг друга, что и гуманитарные аспекты сирийского урегулирования, и переговоры по прекращению огня, и запуск реального политического процесса в стране, все остается в силе. Отдельно Путин подчеркнул, что сейчас необходимо создать единый антитеррористический фронт при полном отказе от двойных стандартов. И это последнее замечание именно сейчас, после Мюнхенской конференции, выглядит логичным и своевременным. Мой коллега Юрий Липатов разбирался, что дальше. Ведь успехи Москвы и Дамаска в борьбе с халифатом есть, и они очевидны, вне зависимости от того, как их оценивают на Западе. После очередного брифинга российского Минобороны перед переводчиками с русского дипломатического на английский дипломатический стояла непростая задача. Как точно перевести многозначное слово «залет», чтобы его поняли? Как и обещали нашим американским партнерам, больше скрывать эту информацию мы не будем. Вчера в 13.55 по московскому времени, с территории Турции, кратчайшим курсом прямо на Алеппо, в сирийское небо вошли два штурмовика ВВС США А-10. И по полной отработали по объектам в городе. Полковник Уоррен почему-то не стал афишировать этот залет в прямом и, кстати, в переносном смысле тоже. Дело в том, что официальный спикер Пентагона, полковник Стивен Уоррен, сообщал накануне, что это наши, а не американские самолеты якобы бомбили Алеппо и нанесли ущерб гражданским объектам. С разрушением двух главных больниц в Алеппо российскими авиаударами более 50 тысяч сирийцев теперь без доступа к жизненно важной помощи. Гуманитарная помощь оказывается, но продолжающиеся военные операции России и сирийской армии делают доступ к нуждающемуся населению все труднее. Вообще говоря, у профессиональных военных относительно подобных спорных ситуаций всегда есть то, что можно предъявить общественности. Снимки из космоса, например. Другие данные объективного наблюдения, которые невозможно поделать. Поэтому пропагандистские бомбовые удары военные не практикуют. Просто себе дороже. Репутация штука хрупкая. Уоррен же не привел ничего. Когда подобную чушь несут лондонские активисты-правозащитники, это одно. Но когда об этом заявляет представитель Пентагона, который позиционирует себя как военный профессионал, совершенно иная ситуация. Прежде всего, наверное, расстрою полковника Уорона, он не угадал. Российские самолеты в районе города Алеппо вчера не работали. Ближайшая цель была в более чем 20 километрах от города. Для чего же было говорить неправду, обвинять российских летчиков в уничтожении госпиталей? А вот для чего. В преддверии значимой Мюнхенской конференции по безопасности, крупнейшая группировка экстремистов, главные удары силы которой боевики Джабхата Нусра, признанные террористической организацией, в провинции Алеппо фактически оказалась в котле. Была отрезана от основных источников снабжения, которые находятся в Турции. Военных сил для спасения боевиков, которых на Западе причисляют к некой конструктивно мыслящей сирийской оппозиции, не нашлось. И сдерживать наступающую сирийскую армию решили эмоционально окрашенными словами. В бой вступили быстрые силы специального назначения – информационного. Иногда еще используют ироничный термин – информационные бомбардировщики. Российские авиаудары в Сирии продлевают кровавую войну и сыграли ключевую роль в кризисе с беженцами, оказавшимися на Западе. Русские дали режиму Асада еще глоток жизни. И это плохая новость для всех. И они понесут ответственность за продление этого конфликта. Для меня постоянный источник печали – то, что русские подрывают все, что мы делаем. Про русских как постоянный источник печали Хэммонд рассказал в интервью в газете «Индепендент», предварительно посетив лагерь для сирийских беженцев за Атари в Иордании. Эти беженцы и не знают, что источником печали для них самих как раз является этот самый приезжий джентльмен. До того, как стать министром иностранных дел Хэммонд – это было в самом начале гражданской войны в Сирии – состоял в должности министра обороны Великобритании. И курировал вопросы оказания военной помощи той самой сирийской оппозиции. Делал это вместе с американцами. Вот как раз именно тогда ситуация стала самым драматичным образом меняться. Отряды ИГИЛ захватили огромные территории в Сирии и Ираке. От резни местные жители пытались спасаться бегством, в том числе в Европу. Согласно официальному докладу Управления Верховного комиссара по беженцам ООН, еще до того, как первые самолеты военно-космических сил России появились на базе Хмеймим, число беженцев из Сирии достигло уже четырех с лишним миллионов человек. А ведь тогда не обоконтролировали только самолеты западной коалиции. Как же можно, зная эти очевидные общедоступные факты, обвинять Россию, как это сделал Хэммонд, в том, что русские сыграли ключевую роль в кризисе с беженцами, оказавшимися на Западе? Такое обвинение, если переводчики правильно переведут все смыслы британскому министру Хэммонду, тоже вполне возможно назвать емким русским словом «залет». Это, в общем, нечто большее, чем просто вранье. Речь идет о спланированных информационных кампаниях, в которых фактом места уже давно нет. Речь идет о просто каких-то политических клише, тезисах, которые как будто разрабатываются специально, потом внедряются, потом подгоняются какие-то те или иные данные. Тезис, который мы постоянно слышим из Лондона, он связан с абсолютной дезинформацией, которая регулярно и в официальных заявлениях, и в средствах массовой информации прокручивается о жертвах так называемых бомбардировок ВКС среди мирного населения, которые бесконечно идут со ссылкой на Лондонскую Сирийскую обсерваторию прав человека. Я просто еще раз хочу напомнить. За этой структурой стоит человек, который переехал в Великобританию после отбывания в Сирии трех тюремных сроков. Вот эта структура, так сказать, стала доминирующей в формировании информационного поля по этому вопросу. Но это же абсурд, если мы говорим с точки зрения логики реальной журналистики. Но это абсолютно не абсурд, если мы говорим о пропаганде и формировании информационных компаний. Перелом в войне с ИГИЛ неспроста случился именно тогда, когда в ситуацию вмешалась Россия. В конце концов, эти тысячи самолетов вылетов, совершенные западной коалицией за четыре года, должны же были хоть как-то вредить террористам. Однако не вредили. Все только усиливались. Захватывали все новые территории, в том числе нефтяные провинции, торговали нефтью через Турцию, страну-члены НАТО, вербовали пушечное мясо при помощи интернета по всему миру, а также разрушали всемирно известные памятники культуры и организовывали настоящую работорговую, захваченными ими в плен людьми, в основном женщинами и детьми. Наверное, самый убедительный сеанс саморазоблачений на этот счет позволили себе, конечно, американцы по праву старшего в западной коалиции. Этот разговор, после которого раньше генералы стрелялись, а политики стремительно уходили на пенсию, состоялся на слушаниях в Конгрессе США. Речь о ситуации, сложившейся в рамках непримиримой борьбы американцев СИГИЛ в Сирии до появления там российских ВКС. Вместо заявленных нескольких тысяч бойцов подготовить удалось только 54 человека, большинство из которых были убиты террористами или попали к ним в плен вскоре после того, как вернулись в Сирию. Правительственная программа, обещавшая нам создание мощных повстанческих войск в Сирии, не достигла цели. Генерал Остин, скажите, сколько конкретно осталось тренированных Соединенными Штатами бойцов оппозиции? Их очень мало, тех, что еще воюют, 4 или 5 человек. Это позорный провал. Вся эта ситуация с беженцами – результат этого провала и результат того, что мы ушли из Ирака. Я предупреждал, что так будет. Все сбывается, каждая деталь. И вот эти политики хотят запретить России наносить удары по причине того, что могут пострадать подготовленные ими люди. Но если речь идет о тех самых 4 или 5-х усилевших бойцах сирийской оппозиции, программа подготовки которых обошла США в полмиллиарда долларов, то не проще ли их уже эвакуировать ради гуманизма из зоны боевых действий? Хотя, конечно, если они представляют реальную боевую силу и убирать их никак нельзя, то можно было бы их, например, одеть в яркий и красивый камуфляж, раздать заметные с большой высоты флажки и попросить российских летчиков «Вот по этим ребятам с оружием не стреляйте, пожалуйста!» Мы опять слышим старые песни с обвинениями о том, что наша авиация якобы наносит удары не только по террористическим группировкам ИГИЛ. Специально для рафинированных западных экспертов хочу сообщить, что не все террористы в Сирии всегда передвигаются с большими черными флагами и крупными надписями на спине об их принадлежности той или иной террористической группировке. И чем дальше идет дело, чем больше успехов у правительственной армии, тем все меньше желающих передвигаться по Сирии именно с большими черными флагами и крупными надписями на спине, гласящими о принадлежности к ИГИЛ. Это ли не есть главное условие мира и залог возможного успеха межсирийских переговоров? Юрий Липатов, Ирина Близнюк, Виталий Зайцев, Первый канал. Юрий Липов, Ирина Близнюк, Виталий Зайцев, Первый канал. Юрий Липов, Ирина Близнюк, Виталий Зайцев, Первый канал.